подпишись на мистерия и твоя мама будет жить вечно всем холло народ с вами снова я великий экспериментатор доктор молдан и сегодня я вновь собрался с моими корешами экспериментаторами сегодня с обновленным составом участников мы готовы подарить вам новую порцию классного контента и кстати если вы хотите такие же смачные превью обращайтесь классному дизайнеру по ссылке в описании заваривайте чаек ну а я начинаю свой первый ролик 2023 году привет всем с вами дизис вы знаете о турнированных копиях а использовали вы их если да то я вам сочувствую ой то есть я за вас рад знали ли вы то что с этими копьями можно в теории убить скелетрон одним ударом для этого нам нужно собрать вот такой вот сет брони аксессуаров все мы перековываем на плюс 4 шанса крита кроме круга круг мы перекрываем на плюс 4 к урону также нам нужно теневое копье на безжалостную перековку выбиваем такие зелья и строим примерно такую вот фигню вам также нужна портальная пушка теперь смотрим как это все делается ну вот так вот 10 ка урона думаю вы сможете сделать больше у кого это волнует самый главный это способ еще услышимся дамы и господа всем привет и сегодня вы увидите финал чемпионата по скоростному забегу в террарии кто правило знает могут идти за пивом а кто нет сидит и слушает у нас есть 17 участников и каждый должен пройти весь мир за максимально быстрое время вы можете сказать про плантеру и пчелу ведь они не будут находиться в джунглях и у них будет некая фора поверьте плантера нас очень сильно расстроит правило у нас с вами таковы это средний мир я могу использую только метлу и каждый босс должен находиться в радиусе моего монитора также боссы не будут переведены во вторую стадию если вам эта тема понравится я сделаю себе вторую часть на своем же канале надеюсь вы все поняли вам приятного просмотра и давайте пишите комментарии за кого вы болеете ну а первый раунд открывает король слизней король слизень смог пройти за 12 минут и 53 секунды легендарный глаз ктулху глаз смог преодолеть весь мир за 5 минут и 50 секунд капризный мозг туху он смог управиться за 8 минут и 56 секунд пожиратели миров на мое удивление и возможно на ваша тоже пожиратель миров смог пройти весь мир за 3 минуты и 55 секунд что сейчас на данный момент самый лучший результат цикла оленишка цикл олень почти обновил наш с вами антитоп он дошел за 10 минут и 8 секунд читерская королева пчел за 3 минуты и 35 секунд пчеле нужно потребовалось чтобы пройти весь мир что на данный момент первое место скелетрон на данной очереди все про все ему потребовалось 3 минуты и 7 секунд ну а теперь отправимся в ад к гости к стенке плоть на удивление она смогла пройти весь мир за 11 минут и 47 секунд всеми не любимая как по мне королева слизней и она смогла преодолеть за 10 минут и 22 секунды мои любимые механики и уничтожитель 1 он смог преодолеть весь мир за 2 минуты и 58 секунд а на очередь нас в бесячие близнецы я ожидал большего но на самом деле 3 минуты и 54 секунды это как-то слабо а вот и достойный конкурент уничтожителю так оно и оказалось он перегнал уничтожителя и занял первое место но на плантеру я очень сильно рассчитывал что сказал пошел ты в жопу и прошла за 6 минут и 7 секунд что хуже глаза к толку а ребром в своем случае смог пройти за 3 минуты и 6 секунд а за голему хоть кто-нибудь болел 18 минут и 31 секунда да даже бабушка бы быстрее прошла императрица свет и даже самому интересно какой же место она займет императрица света смогла пройти весь мир за 2 минуты и 57 секунд культист мантик смог пройти за 7 минут и 7 секунд на что же способен наш любимый и финальный босс нашей любимой игры луны лорд смог пройти весь средний мир и за 3 минуты и 6 секунд а теперь мы с вами приступим к результатам имя у меня ограничено третье место занял уничтожитель второе место заняла императрица света первое место занял скелетрон прайм ну а самое последнее голем спасибо большое что посмотрели мою часть спасибо мотору что позвал меня сюда участвовать подписывайтесь на него подписывайтесь кто здесь участвует подписывайтесь на меня всем удачи и всем пока сейчас я покажу вам какое самое высокое отбрасывание в террарии начнем с брони желательно взять броню солнечной вспышки так как у нее самое высокое увеличение шанса критического удара а именно 26 процентов можно обойтись и просто шлемом так как шанс критического удара увеличивает именно он высокий шанс крита нам нужен для того чтобы было максимальное отбрасывание без него она меньше из аксессуаров нам понадобится перчатка силы перчатка титана механическая перчатка перчатка берсерка и огненная рукавица все это надо перековать на счастливый с оружием нам нужна шлепающая рука у нее самое высокое отбрасывание среди всех предметов в игре ее нужно перековать на неприятный или легендарный также нам нужны зелья зелья титана и зелья ярости а также любая еда с сильным эффектом все готово теперь испытаем отбрасывание на разных мобах вот такое вот в игре максимальное отбрасывание с вами был никитос ну а мы переходим к следующему эксперименту всем привет ребята с вами данёкс и сегодня я пришел на канал молтора чтобы показать вам интересный эксперимент и перед началом я хочу поблагодарить самого молтора за предоставленный шанс сняться в его прекрасной рубрике и так эксперимент будет заключаться в том какое количество бафов можно использовать в террарии мы будем считать только эффекты от зелий и окружения так как бафы от брони и питомцев нельзя чисто физически использовать ну что же поехали как бафы от брони Вот такое большое количество бафов я использовал. Насчитал я 44 эффекта, 7 от окружения и 30 от зелий. Надеюсь, вам понравился этот эксперимент. С вами был Данёкс, а мы переходим к следующему участнику. Мой эксперимент самый долгий у ворот. Додж-атак. Все мы прекрасно знаем про фреймы невыязвимости. В каждой подобной игре нам дают шанс на выживание. В террарии в невыязвимость от силы полсекунды. Это вас не спасет от ударов кунт-фу панды. Её можно значительно удлинить. С помощью специального шумота, святой брони, которая падает с этих пацаков. Точнее, с них слитки. Ещё пояса ниндзи, который даёт нам 10% шанс. Увернуться от атаки. Падает с Брюс-Али. Вдальше с Келитрона. Православный крестик, который падает с простого мимика. И мозг запутанности, который падает очевидно с кого. Итак, любой удар активирует нашу защиту. Вы выглядите подобно Нео из Матрицы. Когда угорачиваешься от сперма отчима. И вызываем краба. Здорово, а меня сдали в тюрягу за то, что я насрал другу в подвал и вытерся занавеской. У нас вышло 10 секунд. Перед завершением я решил протестировать данный бюд на лунатике. То есть в реальных полевых условиях. Выпиваем здравийный арсенал зелёк. Снаряжаемся и отправляемся к Лунатику Ну что, Хрисосик, понравилось? А мы идём всё дальше и больше покоряем Вам всем сме... Привет, с вами Норин И это моя часть эксперимента для ролика Молтера Где я расскажу и покажу, как достичь минимального потребления маны в террарии Показывать я буду на версии 1.4.3.6 Но будьте уверены, что разницы между этой версией и 1.4.4 нет абсолютно никакой Ибо потребление маны в обновлениях не трогали Из брони мы будем использовать алмазную робу, либо мантию тёмного творца Разницы между ними нет, уменьшают они одинаково И хлорофитовый головной убор Аксессуары в некой степени одинаковые, поскольку всё делается из дара природы Соответственно, сам дар природы, цветок маны, таинственный цветок, цветок магнит и плащ маны Хоть и бафов на мага неплохое количество, но в данной теме нас интересует лишь один А именно ясновидение, которое можно получить благодаря кристальному шару И таким образом, мы имеем 72% уменьшения маны Но, это не всё Используемое оружие также имеет значительный вес Перековка должна быть максимальная Допустим, используя магическую арфу с её максимальной перековкой на загадочную Мы получаем следующий результат По сути, бесконечный урон А используя пузырную пушку с перековкой на грозный Мы получаем целых 97% шанса снижения маны Именно на этом числе мы и остановимся И получается, что максимальный шанс минимального использования маны Составляет 97% Неплохо, хочу я вам сказать Ну и напоследок, оружие, у которых максимальная перековка позволяет вовсе не тратить манну при использовании Это топазовый посох, листомёт и пузырная пушка Ах да, джезл искр Даже без перековки на уменьшение потребления маны Он её не тратит вовсе Вот и всё, спасибо, что смотрели Спасибо Молтеру, что позвал Увидимся на моём канале Всем пися Хммм, сколько разного я делал с NPC Я ел их, я резал их Давил, варил, унижал и даже бил за несделанное домашнее задание Но сегодня молодой лотос проверит Каких боссов удастся убить NPC на разных сложностях на нашей кровавой арене смерти Перед началом предлагаю викторину Выберите, на какой номер стула вы бессели, а на какой посадили бы своего лучшего друга Но в конце я скажу, что скрывалось под номер 2 и номер 1 С помощью хитрых манипуляций я заспаунил всех NPC, за исключение Деда Мороза и Принцессы Потому что я с ними жёстко поссорился Но этого количества нам всё равно хватит И первый, конечно, идёт король слизней на лёгком режиме И невооружённым глазом видно, как NPC разносит его по фактам Я решил увеличить ставки до мастера, и тут их уже конкретно накрыло Глаз к тулуху Не буду тянуть бискоса за яйца И NPCам вообще фиолетово на каком режиме убивать эту амёбу Они так и так его выносят Поэтому это заслуживает разбить заварник Пчел, ну пчел Также, независимо от сложности, NPC сносит ему хлебало Кстати, все до сих пор живы только из-за неё Поэтому будьте ей благодарны, либо я вам вскрою честь Скелетрончик На мастере от ульты скелетрона чуть не подохла половина NPC Пожирателей мозга я не смог заспавнить, потому что бюджет был только на коробку Королева слизи На классике по классике, а на мастере И тут в мою голову пришла гениальная идея Заспавнить близнецов Да уж, тут даже я охуел от никчёмности этих полуфабрикатов Поэтому проверять на мастере и эксперте не было смысла Скелетрон Оптимус Прайм План Терра Шок-контент Овощ показал, кто здесь настоящий овощ И как самосало проехался по всем людишкам Эх, бедолаги Ну а голем сделал каменное ебало и затоптал всех нахуй И предпоследний босс Лунный лорд Эх, хули вы встали? Дебилы, работаете? Пизде... Я только сейчас узнал, что NPC не атакует лунного лорда Ладно, тогда вместо него будет Реброн И последняя, Императрица Света Супер эпичная битва Я посчитал вставлять сюда мега эпичный трек Будь нарушение авторских прав И Молтер мне сделает джага-джага Поэтому решил спеть сам Во мне нет сомнений даже о малейших Ты сейчас слушаешь двух самых мощнейших Они уважают нас как старейшин Этот свитер Лойс впечатляет женщин Меня любят бабки, но я без морщин Суки хотят себе таких мужчин Взяли тридцатку, узнаешь, что борщим Вставим дырку в голове Ты будешь как дельфин Бро, покурили глаза, смерть Ну вот и итог викторины Номбер ту это электрический стул А номбер иван стул негодяй Был еще номбер фри, но он обиделся Привет, ребятушки Мой эксперимент это эксперимент с текстурами Решил сделать что-то необычное В террарии очень много разных текстур И со всеми можно придумать что-то интересное Я просматривал множество текстур И так я наткнулся на военный стол А что такого в этом столе? Да у него в анимации 23 кадра Это очень много для террарии И я хочу уместить в эти 23 кадра целую анимацию Небольшую историю Для начала заходим на википедию Находим айдишник И находим этот айдишник Уже внутри файлов игры По этому пути Ну что мы видим? Файл в формате .xnb Его никак не открыть Однако при помощи специального конвектора Делаем из него pngшник И начинаем редактировать в любой удобной вам программе Я использую paint.net Он отлично подходит для редактирования пиксель артов По завершении работы нужно pngшник передать обратно в xnb файл И его уже ставим на замену старого Чтобы посмотреть что в итоге получилось в самой террарии Вот что у меня получилось Что блять с тобой не так? Итак Мой эксперимент будет заключаться в том Что я должен буду набрать самую высокую скорость атаки в игре Для наглядности эксперимента Я буду использовать зенит и два манекена мишени Сначала продемонстрирую лайфхак А именно как правильно атаковать зенитом Дело в том что прямая атака дает меньше дпс А соответственно и скорость атаки Если вы встанете спиной к вашей цели Скорость сильно возрастет Учтем это Как можете видеть дпс без всего Едва превышает 20 тысяч При этом зенит имеет перекопку легендарной А это плюс 12% к скорости атаки Надев броню А именно лысину монаха Нагрудник шиноби и солнечные поножи Игрок получает прирост к скорости 55% На деле это различие еле заметно Идем дальше Аксессуары Звериные когти, перчатка силы, механическая перчатка, небесная ракушка в ночном режиме, перчатка берсерка и огненная перчатка в сумме дают 75% скорости Не забываем о мастер моде и о перековке жестокий Плюс 4% скорости каждому аксессуару Так мы сможем получить еще 28% скорости и суммарно аксы приносят игроку еще 103% И вот вместе с броней это уже заметно гораздо лучше Дпс достигает 30 тысяч, а из самого меча исчезают спрайты всех мечей кроме зенита На добивку остались только бафы И их на этот раз только 2 Это максимальный баф сытости и эль, которые вместе дают всего лишь 20% Но все вместе позволяет разогнать урон в секунду аж до 35 тысяч в среднем Поразительный результат Что ж, а на этом все Извините за очень долгое отсутствие на канале Проблема была в том, что я создавал очень масштабный ролик А по итогу на этапе монтажа я лишился своего ноутбука По причинам о которых я уже говорил в своем сообществе Но не будем о плохом Обязательно подписывайтесь на меня и на всех участников коллаба Пишите в комментариях, кто понравился вам больше всего Очень сильно благодарю всех, кто принял участие в ролике И посмотрел данный видеоматериал Пользуйтесь этим лайфхаком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Всем удачи и адьос На одной из наших улиц был веселый дом Там раскручивая пленки беломагнитополь Жизнь и радостный шокеев Улыбался Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!